МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители как могут пытаются добиться качественного оказания коммунальных услуг. В эфире дежурный по городу. Здравствуйте. Улица Победы, 7А, 1-й корпус, жизнь на зловонном болоте, подвальное помещение в антисанитарном состоянии. Все затапливается, все затоплено. Это уже продолжается в течение 5 лет, если не больше. Комаров немерено. Просто круглый год. Мы не закрываем домофонную дверь, потому что все это вонь идет до 5 этажа. Зимой это все покрывается инием, поэтому всегда дверь у нас открыта. Вот эта вонь и зимой, и летом продолжается. Люди с аллергией, с детьми, комаров немерено. То есть там сейчас приходили у нас, что-то пытались сделать с ЖКО. Сейчас у нас нет ЖКО, у нас нет альтернатив. Нас отовсюду отфутболивают. То есть что, мы вот обратились к вам, хотим, чтобы помогли как-то решить эту проблему. Но невозможно дышать, в квартирах просто идет вонь. И вот знаете, какая ситуация? Это все доходит до 5-го даже. А внизу я представляю, как живут люди. Это вообще невозможно. Я вот аллергик. И представляете, искусали комары. Комары стаями поднимались до 5-го этажа. Такой запах был, что дышать нечем. Мне начало душить горло. И когда вот покусали лицо, вот случилась аллергия. Ну вот, и такая ситуация, что я прошу, умоляю, молитвенно вас прошу. И слезно, что-то делайте. Были тараканы. Тараканы и сейчас имеются. Это, ладно, не относится, может быть, к подвалу. Но крысы, мыши, комары нас съели. Жить невозможно. Я вот не знаю, как будет дальше. Все коммуникации полностью сгнили, прогнили. Вода до колен. Пройти вообще даже невозможно. Там болото. Соответственно, вот эти все насекомые, мыши, крысы, все идет к нам наверх. То есть до 5-го этажа даже вон. То есть невозможно. Просим очень сильно помочь. Полный капитальный ремонт надо сделать подвалом. Абсолютно полный. Это трубы все менять, потому что идет протечка в основном от труб, которые уже сгнили. То есть, соответственно, какие-то, я не знаю, зацементировать какие-то участки. То есть менять полы, соответственно, там все надо менять. Каким образом? Я, конечно, не могу сказать, не профессионал. Но менять изначально надо начать с труб, чтобы не было протечек. Улица Сатонная, 19. Соседство с кучами спиленных, уже высохших ветвей деревьев, жителей всерьез успокоит. Мы брошенные, мы не администрация, никому не нужны ни железной дороги, никто не хочет отвечать. Вот я написала в администрацию 5-го июля, 5-го августа написала. Вот до сих пор все стоит. Приезжали, посмотрели и уехали. Деревья спилили, мешают в высоковольтной линии. И все оставили. Я к ним подошла, говорю, ребята, когда все уберете? В течение двух недель мы уберем. Это было 5-го, 15-го июля. Вот до сих пор у нас все убирают. Убирать никто не хочет. Ни администрации, были с департамента, приезжали, смотрели. Все посмотрели, сказали, приедем, все и нет. Та сторона, говорит, не наша. Это железнодорожники. Ну вот. Ну пожар, что может случиться? У нас пожарная ситуация. Да. С обоих сторон. С обоих сторон. По всей территории барака мы сидим, как на вулкане. Ждем, когда нас или искра попадет, или кто-нибудь сигарету бросит. Так что помогите нам хотя бы в этом. Пилила администрация. Вот когда они приезжали с департамента, они сказали, пилили, это наше. Мы должны приехать убрать. Они нас садовые убрали. А здесь сказали, вот две недели ровно назад было. Приедем, уберем. На этой стороне. Все. На той стороне, вот сейчас вы посмотрите, там вообще, говорят, это не наше. Там ужас, что творится. Они сами согласны, что это все взрывоопасное. Потому что сигареты, поезд даже идет, какая-то, говорит, сейчас это, ну, вот этот, как, от поезда идет искра. Все. Весь район сгорит. Весь район почти сгорит. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.